Всем привет, такие пузыря, подписчики и зрители моего канала. Сегодня мы приехали в прекрасный город Нижний Тагил, чтобы провести здесь оставшийся день, последний день моего отпуска, а также купить новые музыкальные инструменты для моих любимых учеников, потому что скоро начнется учебный год и нужны новые музыкальные инструменты. Потому что почему-то они у меня ломаются в течение учебного года, и мне каждый год приходится покупать новые музыкальные инструменты, чтобы дети могли хорошо познакомиться с музыкальными инструментами, а также поиграть. Ну что ж, сейчас время обеда, поэтому я предлагаю сейчас пойти вилку-ложку и немножко покушать. А также мы сами посмотрим, что изменилось в прекрасном городе Нижнем Тагиле. Здесь вот запустили такой вот низкопольный трамвай, новенький совсем. Мы будем в прекрасной столовой елке-ложке. Это фирменное кафе. Сейчас возьмем мой любимый напиток из шиповника. Я его очень люблю. И десертик, термесо. В общем, мне обед обошелся 800 рублей. Теперь, что я взял, пирожные термесо, блинчики с 100 грамм кукушенкой, суп солянка, пирожные котлеты и томатные соусы, напиток и маффин. Вот такой вот обед. Ну что, мы очень вкусно покушали, подсорядились энергией с помощью калорий. И сейчас идем в сторону музыкального магазина покупать новые шумовые музыкальные инструменты. Только мы с вами идем по необычной дороге. Мы с вами идем по старой дороге. О, посмотрите, штиль открылся. Зайдем. Ну что ж, ничего хорошего я там не видал. Просто много-много инструментов. Фирменный штиль. Ну и, видимо, запчатся для них. Да вот, продолжим. А идем мы с вами по старой дороге, которой я учился в колледже. Я часто ходил именно по этой дороге в сторону дома, потому что мы жили совсем недалеко от вокзала. И я очень часто пользовался этой дорогой. То есть, сквозь гаражи мимо станции. Мимо станции скорой помощи. Вот станция здесь. Раньше работала соседка по саду фельдшером. Как можно заметить, сейчас Тагил стараются ремонтировать в срочном порядке. Видимо, хотят, чтобы было красиво все. Это похвально. Когда я учился в колледже искусств, в музыкальном колледже, я ходил сюда в соревнования по шахматам. Но никогда не выиграл, потому что играл очень плохо. Да я и сейчас играю. Тоже плохо. Я знаю, как фигуры ходят, переставляются. А вот стратегия у меня очень химия хромает. Вот тот самый двор. Вот он тот самый двор. Дом. Это стадион. Вот это та самая квартира, где мы с мамой на протяжении 5 лет снимали квартиру. Окна поменяли, шторы повесили. И, видимо, она уже не сдается. Мой любимый шейный магазин. Я-то сюда заходил. Вот с этой квартирой было очень удобно добираться до колледжа. Буквально по дворам. Именно через 15 я был уже в колледже. Скоро, что здесь был большущий рынок. Стояли ряды, торговли. А теперь все принесли в этот эко-маркет. Территорию мебели. Вот этот вот магазин центральный. Вот мы будем музыкальным инструментом вот в этом пикассо магазине нотами ну или нотами кому как удобно. Так, это у меня есть. Это есть. есть. Ну что, дорогие зрители, я только что купил новые музыкальные инструменты. совершенно новые. Я надеюсь, что детям будет очень все интересно, познавательно. У меня даже методика формировалась, как это все лучше детям преподать. Думаю, детям будет все очень интересно. Я очень надеюсь, прям очень, что они не переломают их в первый же день. Очень это надеюсь. Конечно, деньги это деньги. Деньги это не самое главное в нашей жизни. А это просто средства с помощью чего можно жить, работать. но деньги я повторюсь, это не самое главное. Они у меня влезли, вот такой вот язачок, думал взять большой, но передумал. Хотя я планировал потратить 5000 рублей, а потратил в 4 раза больше. Ну что ж, еще раз повторюсь, мне для своих детей, учеников не жалко, лишь бы им было все очень интересно, интересно и познавательно. А сейчас мы с вами направляемся в парк Бондина. интересно, куда все идут? Столько там народов впереди. Сейчас мы все посмотрим, узнаем. Здесь сейчас будет открывать лапштов. О, прекрасное событие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Вы посмотрите, как прекрасен Нижний Тагил Прекрасен Кстати, 9, 10 и 11 числа начнется празднование ко дню дня рождения прекрасного города Нижнего Тагила Где мы сейчас с вами и находимся В этом прекрасном городке также можно встретить старинные усадьбы Которые стараются ремонтировать Цирк Ну вот эту, наверное, часть здания или усадьбы, как правильно, уже, наверное, не сремонтируют и не снесут Что здесь было, я вам сказать честно слова не могу Потому что я не знаю Ну что, мы с вами пошли Мы с вами вошли в парк имени Бондина Бондин – это писатель Также открывается шикарный вид на Лисий гоу Мы с вами обязательно должны подняться Вот в этом доме и жил писатель Бондин Вот сейчас это музей Вот, можно даже прочитать В этом доме жил и работал уральский писатель Алексей Петрович Бондин С 1882 года по 1939 год То есть, довоенное время Все потихоньку готовится к празднованию города Нижнего Тагила Ставит фермы Подготовка к мероприятию Ловно два года назад Нижний Тагил отметил 300 лети В этом году 302 года Нижнему Тагилу Один из самых спокойных от акционов Самых тихих Это является колесо обозрения Которое мне очень нравится Спокойно крутишься вокруг Смотришь просторой и не создающей жизни Мы с вами поднялись Поднялись на самую высокую точку О, самая высокая точка И едем назад То есть, там вдалеке виднеется Это музей-завод Демидова Леся гора Плотина, которая работает И, конечно же, река Тагил Памятник Алексею Петровичу Бондину Кстати, он здесь и покоронен Вот тут вот Да Угольский писатель Бонин Алексей Петрович Тем более, мы сделали вот такой вот тир С мягкими игрушками Можно выиграть приз Конечно, для жителей Нижнего Тагила Это не впервые Это все видеть Потому что это довольно давно Установили Но поскольку я в Тагиле Примерно очень редко В лучшем случае 2-3 года в год Поэтому все для меня это вносерство Привет от Нижнего Тагила Демидовского завода Это все оттуда Если купить Эскурщио, заказать То можно много нового узнать Это, понятно, металл Мы сейчас находимся на территории музейного комплекса И вот эти довольно старые дома Принадлежат музею Возможно, в будущем их будут Вреставрировать, как-то делать Ремонтировать Но будем надеяться, что все-таки их сделают Справа от нас находится музей Демидова Можно сказать Единственный музей На Урале Который не снесли, а стоит Потому что многие заводы Которые были построены Были снесены Этот остался Туда можно заказать Эскурсию Полтавую часовую Походить, посмотреть Много нового узнать Мы с вами отошли до леса горы Нам осталось только подняться наверх Сейчас это гораздо удобней Потому что делали вот такие вот ступеньки Раньше, лет 10 назад, 15 Таких ступенек не было И люди поднимались по траве Гора Листья Или, как ее называют горожане Лысая Здесь находится вот такая скала В которой пещера С лихей горы открывается шикарный вид На город Нижний Тагил Шикарный Вон даже флаг Виден Который сегодня поднимали Ну и завод С этой части Можно увидеть Старую гальянку И там вдалеке Новую гальянку Здесь Основная часть города Состоит Из таких вот домиков Одноэтажных Двухэтажных Также здесь расположен Самый маленький музей В мире Изначально Это была пожарная вышка То есть здесь Вбили колокол Когда Где-то Отличается пожар Кто-то говорит Что это был Храм Ну я думаю Что это ошибочное мнение Ну что А нам пришло Время Обращаться С этим Пекрасным местом С этой Пекрасной горой И направляться В сторону Вокзала В сторону Дома Мы с вами увидели Как выглядит Город В 2004 году Город Растет Просветает Все Хорошо Сразу Хочу Попросить Дикое прощение Если я что-то сказал Неправильно Если я что-то Выразился Неправильно Прошу Дикое И меня Меня Извините Простите За такой Маленький Изъян Ну а что А вы Ставьте пальцы Вверх Пишите Любые Комментарии И До новых встреч